Добрый вечер! 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 стране, каждый принадлежал какой-то вере. Но все равно спустя сто лет миллионы людей снова пришли в церковь. Пришли сами, потому что захотели жить с Богом в сердце. Уже завтра у православных людей начинается, пожалуй, самый тяжелый период. 40 дней главной работы и работы над собой. Великий пост – это время ограничений, самоконтроля и покаяния. Конечно, такую ношу тяжело осилить с наскока. Поэтому в традиции Русской Православной Церкви есть понятие подготовки к посту. Что это, как это происходит, расскажем в нашей традиционной рубрике «Дата». Подготовка к Великому посту начинается за четыре седмицы до его начала, чтобы духовно подготовить христианина к главному и единственному смыслу поста – покаянию. Каждый из предшествующих Великому посту недель, проще говоря, воскресных дней, имеет свое название. Неделя о Закхее – первая в подготовке к посту. В это время Церковь призывает христиан помнить – Закхей был грешен и ограничен, но так сильно верил, что смог привлечь внимание Иисуса Христа и привел его в свой дом. Это призыв проявить свободную волю, чтобы приблизиться к Богу. Далее следует неделя о мытаре и фарисее. Это напоминание о евангельской притче, в которой ясно показано – осуждающий себя мытарь был оправдан Богом, а возвышающий себя фарисей – осужден. Таким образом, Церковь напоминает, что покаяние должно быть истинным, а не показным, а слепое следование уставу пользы не приносит. Третья по счету – неделя о блудном сыне. Православные вспоминают историю двух братьев. Один остался помогать отцу, другой ушел в поисках лучшей жизни. Когда же ее не нашел, вернулся в семью. Отец принял блудного сына, устроил в его честь праздник. Это евангельское повествование учит не осуждать тех, кто оступился, а радоваться за тех, кто спасся. Далее следует неделя о страшном суде. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа, в котором он должен воздать каждому по делам его. И до этого времени православные должны стать лучше – покаяться. После этого верующие уже отказываются от мяса, но продолжают наслаждаться сытными и жирными продуктами. Последняя неделя – это прощенное воскресенье. Оно как раз сегодня. В этот день все верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и очистить сердце от грехов. Так, собравшись силами, православные могут приступать к великому посту. 30 литров чистого спирта в год – статистически столько выпивает каждый житель нашей страны. И сразу оговорюсь, в разных исследованиях цифры разнятся, но в принципе очевидно, что миллионы людей, если не стоят на учете в наркодиспансерии, то имеют проблемы сгорячительно. По оценкам научно-исследовательского института при Министерстве здравоохранения, 500 тысяч человек ежегодно умирают от отравления спиртным. В Оренбургской епархии для борьбы с проблемами алкоголизма и наркомании даже создан особый отдел. А вот что могут делать близкие люди, чтобы помочь тем, кто сам остановиться уже не может, и кем считать пьяниц – больными или грешниками. Об этом интервью митрополита Оренбургского и Сарактарского Вениамина. Это и болезнь, это и грех. И это какая-то, ну, будем говорить, слабость человека. В любом случае это болезненное состояние. И, вы знаете, Новый год мы служим ночью. И после ночной службы мы сразу молебем. Мученьку Ванифатию. И люди приходят, дают обеты. Ну, допустим, кто полгода не пить. Кто там год, кто три. Ну, и я знаю, что в одну пензию у нас, я вводил и у пензии этот такой обет. Это исторический. Там Иоанн Кронштадтский, это все. Первый был борец с алкоголизмом. Вот. Так вот, грамоты, это грамоты человек на память себе берет, и он перед Богом дает обет. Не пить. Конечно, сделать все возможное. Мы молимся за этих людей. Мы стараемся поддержать этих людей. Ну, нас, наверное, было бы... Вот смотрите, сколько людей погибло. Вот сейчас с этим боярышником и другими. А то, это то, что широко известно стало. А сколько постоянно гибнет. Поэтому, наверное, мы вместе должны бороться с этой страшной болезнью. Это чумой алкоголизм. Алкоголизм – это чума. Это чума нашего времени. Я не говорю, что должен быть сухой закон. Но, вы знаете, апостол говорит. Не упивайтесь вином. Ибо в вине есть блуд. А пьяницы, плудники, прелюбодеи, Царство Божие не наследует. Вот страшная такая. Пешь, Царство Божие не наследует. Потому что вину дает повод и разным преступлениям. Человек встает, теряя человеческий образ. И подобие, оскорбляется подобие Божие. Мы созданы по образу и подобие Божие. Ведь, понимаете, было бы неплохо, если человек выпил, думаю, и на этом конец. Ведь мы не говорим, что нельзя пить. Но, когда человек теряет контроль, меру, наверное, было бы вообще хорошо, чтобы он никогда не пил. И ему никто не предлагал. Мы в многих храмах, мы молимся за них. Вот в монастыре постоянно, неупываемой чаще, в Митлевском совершается молебство. С тем, чтобы люди остепенились, отказались. Но им, каждому, сложно отказаться. Надо просто, нам просто нужна поддержка наша. Всех. Верующих, неверующих. Православных мусульман. Мы должны, тут нет у нас, кто бы ты ни был по вере, но человек ей бнет, мы его должны дать руку поддержке. Теперь самое время снова вернуться к теме поста, но поговорить о ней чуть подробнее. Безусловно, каждый православный человек понимает, пост – это время усиленной молитвы, ограничения в еде и поступках. Но мало кто осознает, что супружеские отношения в этот период тоже не приветствуются, например, не проводят венчание. Причины есть и весьма веские, подробнее о них расскажем прямо сейчас. Почему во время поста не совершается венчание? В чем причина? Ведь венчание – церковный брак, значит, дело богоугодное. Таинство венчание – это таинство соединения двух людей – мужчины и женщины, таинство брака, создания новой семьи. Это таинство, оно сопряжено с великой радостью. И, конечно, это таинство, оно не может быть сопряжено именно с особым покаянием, которое есть в посте. Ведь пост – это время духовного трезвения, когда человек воздерживается, воздерживается от пищи, воздерживается от определенных действий, в том числе и супружеские взаимоотношения также ограничиваются во время поста. И такое ограничение, оно не совместно с браком, потому что брак – это вступление, вступление в эту семью, создание этой семьи. А ведь пост – это время, когда человек ограничивает себя и в отношениях, и в мыслях, и в делах. Поэтому, конечно, таинство венчания не совершается во время постов. Свои вопросы вы всегда можете задать по телефону 97 96 85 или отправить в электронную почту и адрес сейчас на экране. Главное, помните, церковь всегда рядом. Рядом с теми, кто в ней нуждается. А мы прощаемся. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова